Русские идут. В мире. 21 ноября. Русские идут. Шведская газета продолжает расследование дела русской подводной лодки, которой не было. В очередной статье автор Svenska Dagbladet рассказывает, как шведские власти сначала запаниковали, а потом стали подгонять имеющиеся косвенные доказательства под удобную теорию о вторжении русских. Драма после ошибочного доказательства присутствия подводной лодки «Мы хотели логически цвести все воедино». Швеция. Эксперт Вооруженных сил Швеции по анализу подводных данных говорит, что если бы ошибочность доказательств присутствия подводной лодки в шведских водах во время операции 2014 года не обнаружилась, это была бы катастрофа. Он горд тем, что удалось выяснить правду. После сообщения о путанице на высшем уровне началась лихорадочная активность. Разобралась, что за драма происходила за кулисами. Вооруженные силы до сих пор считают, что не может быть никаких разумных сомнений в том, что произошло вторжение во внутренние воды Швеции в районе Стокгольмских Шхер в октябре 2014. Однако еще в сентябре 2015 года появилась информация, что для единственного и самого важного доказательства обнаружилось другое объяснение. Правда, какое именно, не сообщалось. Недавно. Шведская подлодка, которая собирала данные у Хорсфьердена, приняла за доказательство присутствия в водах чужой субмарины звуковой сигнал боя Шведского института гидрологии и метеорологии в Балтийском море. Сигнал был зафиксирован, когда устройства с помощью акустического размыкателя поднимались со дна как раз во время охоты на подводную лодку. В центр морского подводного анализа приходят все сложные дела, связанные со звуковыми феноменами в воде. Мы отвечаем за гидроакустический анализ. У нас есть компетентные эксперты по таким вопросам. В конечном итоге именно мы выдаем конечный результат. Я не знаю, как еще наши выводы можно перепроверить, говорит ответственный руководитель центра Микаэль Шуд. Из-за того, что информация строго засекречена, он не подтвердил прямо, что путаница связана со звуковым сигналом от боя Института гидрологии и метеорологии, но рассказал, что центр морского подводного анализа играл решающую роль в охоте на подводную лодку в 2014 году и провел анализ подводных звуков, которые тогда были зафиксированы. Именно наш центр проводил этот гидроакустический анализ. То, к чему мы пришли, было принято во внимание, после чего вооруженные силы выступили с заявлением, что у предполагаемого доказательства есть иное объяснение. Как вы к этому относитесь? Микаэль Шуд. Я горжусь результатами, к которым мы пришли, иначе это была бы катастрофа. Общий результат операции был бы ошибочным. Да, именно. Поэтому я так горжусь тем, чего мы достигли. Как все происходило. Мы представили окончательный анализ, и там все было кристально ясно. Мы направили письменный отчет в штаб-квартиру вооруженных сил. После доклада Центра морского подводного анализа началось плотное общение между вооруженными силами и правительством. Все пытались смягчить негативные последствия и ошибки. Правительство оказалось перед политической дилеммой, ведь ошибочное доказательство было представлено на общей пресс-конференции в Руссинбаде. Доклад верховного главнокомандующего Сверкера и Рансена тогда поддержали и премьер-министр Стефан Левин, и министр обороны Петер Хультквист. Когда несколько месяцев спустя выяснилось, что главного доказательства не существует, начался кошмар. Не так уж здорово пришлось главнокомандующему в тот день, когда это пришлось обсуждать с правительством, трудно представить себе что-то хуже, рассказывает посвященный в дело источник. Какая была обстановка? Все были совершенно подавлены. Ведь мы были на 100% уверены, что доказательство надежное, поэтому так и представили его правительству, как будто решение уже у нас в кармане. А теперь все стало совсем по-другому. Учитывая пресс-конференцию, ситуация сложилась совсем неудачная, и нужно было что-то с этим делать. В Русинбаде было сказано, что три из четырех доказательств свидетельствуют о вероятном присутствии подводной лодки, донные следы, фотография сорнея показания надежного свидетеля. Но лишь одно доказательство дотягивало до высшего уровня подтвержденное присутствие подводной лодки, и это были данные собственных датчиков вооруженных сил. Вот как верховный главнокомандующий описывал то, что потом оказалось сигналом буйя Института метеорологии и гидрологии. Результаты наблюдения соответствуют критериям высочайшего уровня оценки, и они подтвердили, что подводная лодка действительно была. Когда было уже точно ясно, что произошла ошибка, понадобилось несколько месяцев, чтобы понять, как с этим быть. Обещанный окончательный доклад правительству и парламенту задержался. С одной стороны были министры оборонные чиновники министерства, с другой верховный головнокомандующий со своими сотрудниками. Во время дискуссии на одной чаше весов был возможный вред, а на другой открытость, рассказывает посвященное в дело лицо. Каким образом? Был вариант вообще ничего не говорить. Кое-кто считал, что естественнее всего было бы все замять, чтобы не навредить стране и репутации вооруженных сил. Выходить с таким известием, после того как в Руссенбаде все так уверенно заявляли противоположное. Важнейшим аргументом было то, что нельзя такое искрыть. Пусть это и не мошенничество, но все же что-то неправильное. В конечном итоге выбор у нас был невелик, остался лишь один выход. Необходимо было обо всем рассказать, чтобы все закончилось правильно. Так оно и вышло. Когда через 4 месяца об ошибке сообщили публично, власти использовали формулировку иное объяснение для главного доказательства присутствия подводной лодки. В то же время была организована встреча с прессой, на которой вооруженные силы Швеции и правительство также констатировали, что все таки не может быть никаких разумных сомнений в том, что в шведские воды кто-то вторгся. Пока власти пытались разрешить политический кризис, в главном штабе вооруженных сил велась работа над окончательным докладом. Поскольку главного звукового доказательства больше не было, ситуация сильно усложнилась. Звукозапись была последним звеном в цепочке доказательств к заявлению, что подлодка-нарушитель двигалась на юг от Конхольмсфьердена до Хорсфьердена. И вот остались лишь донные следы и показания очевидцев, которые что-то видели во время длившейся 8 суток охоты в Шхерах. Состоялось несколько встреч главного штаба вооруженных сил, военной разведки, полиции безопасности и радиотехнического центра вооруженных сил, в том числе в отеле к северу от Стокгольма. Там присутствовали человек 20, это было что-то вроде мастер-класса, можно так сказать. Мы то сидели все вместе, то делились на рабочие группы поменьше, рассказал один из участников этих встреч. Что там происходило? Поскольку четких доказательств больше не было, нам нужно было в любом случае как-то логически свести все воедино. Например, можно было сравнить данные, полученные в ходе самой операции, с другой информацией и, скажем, понять, какие российские суда подходят по критериям. Получилось не слишком хорошо. Например, радиотехнический центр вооруженных сил отмел ряд военных соединений, которые не использовались в тот момент. Весной 2015 года эксперты главного штаба вооруженных сил закончили анализировать собранные материалы. Внутренние доклады для верховного головнокомандующего включали, например, обширную документацию от военно-морского тактического штаба. Это были письменные доклады, которые часто дополнялись устной информацией, рассказывает осведомленный источник. О чем шла речь? Это было словно блуждание в темноте, все больше предположения и догадки разной степени вероятности. Высказывались различные теории, с помощью которых можно было что-то доказать. Было немного похоже на полицейское расследование, есть несколько сценариев, нужно найти доказательства. Удалось это. В этой мозаике было много кусочков, которые указывали, что инцидент все-таки был. При таком количестве улик было бы странно, если бы на самом деле ничего не произошло. Но техническое доказательство, звукозапись, которая, как мы думали, была у нас с самого начала, тут бы очень пригодилась. Когда Сфанска Дагблядт пожелала ознакомиться с материалами дела, ей ответили, что их больше нет. Поскольку это рабочий процесс, все материалы уничтожаются. Когда готов окончательный доклад, сообщил Ларс Руне, сотрудник Генштаба Вооруженных сил. Главной проблемой при составлении окончательного доклада были трудности с определением типа потенциального вторжения. У нас была гипотеза, что нечто двигалось по определенному маршруту с севера на юг, и многое свидетельствовало, что это было подводное судно, но какое именно судно, мы себе не очень представляли. Вы должны понимать, что у нас никто не сидит и не выдумает что-то из головы, это все очень непросто, объясняет источник. 9 сентября 2015 года Верховный Головнокомандующий Сверкер Ярансен поставил свою подпись на окончательном секретном докладе правительству. Кто участвовал в разборе дела и подготовил доступный материал в его окончательной версии, мы не знаем, так как правительство засекретило эту информацию двумя постановлениями, последняя из которых вышла 7 ноября этого года. Швеция.